И всем привет, мои дорогие пупсики, с вами я, Артём Фролов, и в данном видеоролике пупсы мы будем с вами трейдить Мега Неон Ворона. Я надеюсь, вы заранее влепили свой лайк, подписали на мой YouTube-канальчик, включили уведомления и написали комментарий, плюс участвую и слой... Нет, участвую, плюс свой никнейм, и в этом видеоролике мы будем с вами разыгрывать с вами... С вами два раза, сказал, не знаю зачем, но мы будем разыгрывать с вами уже в третий раз, говорю, ФР Кубничного Бетика. ФР Кубничного Бетика залутает один мой подписчик абсолютно бесплатно, кто выполнит простецкие условия, влепить лайк, подписаться на канал, включить уведомления и написать в комментариях, участвую, плюс свой никнейм. А вот победитель у нас с прошлого видеоролика, который забирает НФР Голден Крысу. Мой дорогой пупс, я тебе уже отписал в ЛС, будь любезен, ответь и забери свой приз. Ну а вам я желаю, мои дорогие, приятного аппетита, приятного просмотра, погнали! Хочешь купить рубаксы? Тогда переходи на сайт rubuk.gg. На этом сайте ты сможешь купить рубаксы по самому лучшему курсу. 100 рублей равно 275 рубаксов. Такой курс ты не найдешь нигде. На этом сайте множество способов оплаты и скоро будет доступен новый метод моментальной выдачи рубаксов, поэтому я вам советую этот сайт. А еще в их группе ВК и Дискорде проходят очень часто конкурсы на рубаксы. Покупай рубуксы дешевле, чем где-либо. Лучший курс на рынке, моментальная отправка рубаксов и круглосуточная работа сайта. Все это на rubux.gg. Ссылка находится в закрепленном комментарии. Ну что ж, мои дорогие пупсики, мы с вами залетели в локацию с трейдами. Я сразу пошел на английский серваки, чтобы плюс-минус найти, от чего оттолкнуться нам. И давайте ждать первый трейд. Итак, пупсы, первый трейд мне прилетел. Чувак просит оффер, но у нас оффера с вами как такового-то и нету. Самое главное, что здесь нету больше мега воронов. Так, второй трейд сразу нам прилетает. Или это этот же чел? Нет, нам... Какой? МФР Кинг Би. Так, овал. ФР Олдовская Саушка, ФР Попугай, Мега Додо, Мега Голдохрон, Мега Акселотль, Мега Кинг Би, Мега Гос Бани и НФР Альбина Манки. Ну слушайте, оценку данного трейда пишите в комментариях. Я хз, я ставлю данному трейду, наверное, ну где-то, ну, пятерочку из десяти, потому что, ну, такое себе. Мы, естественно, не его купим, мы его отклоняем. И давайте ждать следующий трейд. Итак, пупсы, следующий трейдик мне прилетел. Нам предлагают сходу Саву Безелик, ФР Попугай, НР Кенгуру, Райт Альбина Манки, НФР Красного Дракона, НФР Кинг Би, НФР Черепаху, Райт Далматинца, ну и тут уже, ну и ежа добавляет. Блин, ну вот тут данному трейду, наверное, из десяточки я поставлю твердую четверочку, потому что это похуже, чем был прошлый трейд. Ну да, это похуже, чем был прошлый трейд, потому что в прошлом трейде были меги. Ну хотя тут не он, не он, черепаха, еж. Ну нет, все равно, твердая четверочка из десяти. Мы отклоняем и ждем следующий трейд. А, нет, смотрите, сразу следующий трейд нам прилетает. Прям закидали меня трейдиками, нормально, на мега ворона офферов дают. Так, НФР Фрост Дракон, у-ху-ху, мега Т-рекс, мега зодиакальный цыпленок, ну миньон, короче. Ну он вообще ни о чем, он очень дешевый. He's good, давайте напишем no good, потому что, ну такое себе, no good, потому что ворон около 11 тысяч стоит, НФР Фрост около 7 тысяч. Ну он добавляет тут, ну может быть на тысячу, ну вот сейчас на тысячу, 8 тысяч скорее всего. Нет, давайте мы напишем, сори, сори, НТУ. Данному трейду я, наверное, даю восьмерочку из десяти, у нас теперь будет новая такая десятибальная шкала. Восьмерочку из десяти, вот теперь точно. Твердая восьмерочка из десяти, потому что, ну такое себе. No more, ну короче нет, ну я 100% не соглашусь, он не добавляет нормальных питомцев. Здесь я ставлю восьмерочку, мы не в окупе, но трейд достаточно нормальный, и опять следующий трейд сразу прям нам прилетает сходу. Сходу, так, НФР попугай, мега черепаха, НР Хэллоуин, а он убрал его. А, и типа без него? Но этот трейд похуже, чем прошлый трейд, я сразу вам говорю, потому что сейчас, во-первых, цены начали падать. То есть, соответственно, сейчас НФР по рот, он сколько у нас стоит? Ну, наверное, плюс-минус тысяч пять, плюс турк лет у нас, ну, две триста, да? Сколько это? Семь с половиной тысячи? Нет. Это такой себе трейд, я ему ставлю, ну, наверное, шестерочку из десяти, и мы ждем следующий трейд. Итак, пупсы, нам прилетел еще один трейд, дает он нам две совы, флайрайдовских фэр, попугая, два райтэвил юникорна, лимитированного ворона без зелек, мега юни, НФР черепаха. Блин, ну вот тут ХЗ. Скорее всего, позапрошу и трейд все равно был получше, или хотя, хотя тоже ХЗ, честно говоря. Я не могу даже тут оценку дать данному трейду, потому что, блин, ну, прям так сразу в голове ты не скалькулируешь, сколько это, в общем, выходит в стоимости. Ну, смотрите. Допустим, по тысяче они у нас все. Три тысячи, да? Соло по полторы, три тысячи шесть, полтора и полторы еще, да? Это у нас сколько? Ой, почему они по полторы, по тысяче? А, ну, да, соло по полторы, шесть, потом семь с половиной. Ну, этот рублей у нас восемьсот сейчас стоит. Это у нас выходит... Ту-рун-тун-тун. Сколько у нас там получилось-то? Все, я, короче, сбьюсь. Семь с половиной. Восемь триста у нас выходит. Ну, короче, тысяч девять здесь. ХЗ. Давайте напишем ему НТУ, потому что он мне показал уже Shadow Dragon, что у него есть. Может быть, он нам предложит оффер Shadow Dragon. Ну, данному офферу я ставлю, наверное, восьмерочку твердую, потому что, в принципе, нормально он дает. В принципе, много классных питомцев. Это не то, что, да, допустим, предложили... Блин, ну, даже что в пример-то дать? Ну, допустим... Так, смотрите, он у нас убрал что? А как так работает? Он убрал всего две совы. И убрал НФР Черепаху и добавил Shadow Dragon. То есть, он сейчас хорошо достаточно добавил. В принципе, уже трейд даже... Блин, даже можно и согласиться уже на трейд, но... Блин, ну, скорее всего, на девяточку. На твердую девяточку данный трейд я могу оценить. Мы его, конечно, отклоним, потому что все-таки, ну, не дотягивает, не дотягивает до ворона. Это не переплата, это даже не в ноль. Но, как бы, девяточку твердую он заслужил. Спасибо за трейдик. Ну, а мы давайте ждать следующего трейда. Так, пупсики, не сразу включил запись. Нам предложили с вами НФР попугая, Мега Туркли, Райт Кенгуру и Мифическое Яйцо. Ну, честно говоря, такой себе, наверное... Ну, блин, ну, наверное, здесь у нас четверочка тоже из десяти. И трейд, ну, тут понятно, я не соглашусь, даже если он еще Мега Туркли засунет. То есть, по прошлым трейдам посудить, да, как бы, это вообще не оку. Твердую четверочку? Ну, нет, скорее всего, даже не твердую. Чуточку с натягом. Мы ему четверочку поставим данному трейду. И сразу трейд не прилетает? Нет. Тогда ждем следующий трейд. Итак, пупсики, нам еще раз кинули кто-то трейд. Не знаю, никнейм вроде знаком. Вроде он нам уже кидал трейд, нет? Вам так не кажется? Но он нам предлагает достаточно редкого питомца Мега Манки Нека. Блин, я ни разу не видел его в Меге, честно говоря. Еще он нам дает Мега Туркли, Мега Кинг Би, МФР Красного Дракона, Райт Эвил Юникорна, МФР Красного Дракона. Ну... А, я уже, наверное, его называл, да? Два раза повторюсь или нет? Короче, хз, пересмотрю, узнаю. И добавляет еще Голден Ек. Ну, тут такой себе трейд, честно говоря. Я не знаю, сколько стоит Мега Манки Нека. И опять же, это питомец на любителей. То есть, возможно ли за него что-то получить хорошее в Меге? Тоже без понятия. Данному трейду я ставлю тройку с натяжкой. Мы его, естественно, от... Хотя, нет, не тройку. Четверку с натяжкой, потому что здесь есть Мега Красный Дракон. Он начинает еще добавлять. Но, увы, я... Нет, на такой трейд я не соглашусь, пупсы. Ну, а мы давайте с вами ждать следующий трейд. Итак, пупсики. Короче, на прошлом сервачке я так и не дождался новых трейдиков. Мы зашли с вами на следующий сервак. И, как ни странно, здесь тоже нету Мега Ворона. И давайте будем с вами ждать первый трейд. Итак, пупсы, первый трейдик нам с вами прилетел. Так, ложим Мега Ворона. Я надеюсь, это не какая-нибудь бичуха англичанка с плохими питомцами. Он пишет хи. Он с попугаем. Он с попугаем. Я не понимаю. Блин, давай ты положишь что-то в трейд и все, и мы на этом закончим. Не хочу, не хочу, не хочу с ним разговаривать. Потому что по-английски я не очень, так сказать, общаюсь. Ну, давай, ну. Фаст. Алло, здравствуйте, просыпаемся. Ну, короче, я не знаю, он какой-то тене то. Просто тянет время. Ладно, пупсы, будем ждать следующий трейд. А, нет, смотрите, сразу прилетает следующий трейд. Это, я надеюсь, это не тот же чел. Can I offer? Дать ему оффер за шадоу? Нет. Спасибо, нет. Еще трейд сразу прилетел. Так, вот это уже может быть нормальный трейд. Нет, что ли? Так, фэр жираф. МФР, синий док, синяя собака, блюдок. И МФР, корова. Ну, а что, больше нет? Ну, блин, ну, данный трейд я могу оценить, наверное, на... Сколько мега докта у нас стоит? Ну, он, наверное, наравне с мега коровой. Да? Ага, ага, и сколько там у нас выходит? Ну, короче, я... Ну, блин, наверное, семерочка. С натяжечкой из десяти мы давайте напишем ADD в любом случае, да? В любом случае ADD. Ну, он, скорее всего, такой не трейд. Но это семерочка натянутая из десяти. Я бы даже сказал, может быть, шестерочка. Но он что-то даже добавлять не хочет. Ноу. Ну, раз ноу, так ноу. Пупца, мы будем с вами... Не будем с вами ждать. Потому что нам сразу прилетает следующий трейд. Так, и тут фросты у нас. NFR фрост и фэр фрост. Слушайте, вот это уже... Блин, это, наверное, уже в ноль идет трейд. Это трейд уже идет в ноль. Я хз, почему-то он не отцептит. Может быть, он хочет, чтобы мы ему еще добавили или как? Но, блин, этот трейд реально прикольный. Достаточно прикольный. Потому что фросты на них очень большой спрос. NFR фрост, фэр фрост. В принципе, вообще норм. Но хотя... Хотя, опять же, хз. Вот честно, тут тоже, опять же, хз. Потому что, смотрите. Ну, мега ворон стоит 1011, наверное. Да, сейчас NFR фрост. Ну, 107 это максимум. Фэр фрост 2300 это тоже максимум. Так что... Ну, думаю, девяточку с натяжкой мы поставим данному трейду. Попросим добавок, естественно. Как бы тут без добавок никуда. Но мне кажется, он хочет, чтобы мы ему добавили. Или я не понял. Я не понял, честно говоря, что он хочет. Он трейд не ацептит. Но мы оценили трейд. Так что нам буфик. А мы ждем с вами следующего... Я сколько раз еще должен сказать, что мы ждем с вами следующего трейда. Чтобы переключить следующий кадр. Я так и не пойму. Так, мега артик. Мега механический док. Блин, а вот это, слушайте, вообще-то интересно. Вот этого питомца тоже. Впервые вообще за всю жизнь. За всю свою игру в адопме. Я вижу такого питомца. Но хз, опять же, он на любителя, скорее всего. И данный трейд я оцениваю на твердую четверочку. Но мы попробуем также попросить добавок с вами. Потому что я хз, сколько он стоит, честно говоря. Но мега артик это у нас раньше. Можно было за него получить бета. Сейчас я, конечно, сомневаюсь. Скорее всего, жирафа. Хм, пишет. Хм. Хм. Конечно, хм. Сахарных планеров он нам добавляет. Ну, это такое себе. Это такое себе, пупсы. Честно. Четверочку из десяти я ему поставлю. Он опять кидает трейд. Хз, зачем? Он ничего нормального нам не добавит. I don't his boot. Мфр голден пингвин. Ну, поставим пятерочку данному трейду. Именно уже этому, а не прошлому. Да? Ну, и все равно это получается фигня полная. Потому что, ну... Потому что потому. Потому что механический док я не знаю, сколько стоит. И опять же, это питомец на любителей, как и мега голден пингвин. На него тяжело найти офферы. Ну, и мы будем с вами ждать следующий трейд. Итак, пупсы. Нам кинул чувак, как я понял, прошлый, который нам давал на Ферфроста и Фер... Этого... И еще Ферфроста. И он пишет. Кан ЮАДД. Типа, он добавляет или мне надо добавить? Я не понял. Ну, мы, скорее всего, отцептим этому трейду. Я даю оценку 10 из 10. Потому что мы даже чуть-чуть уходим в окуп. А, нет. Он ворона добавляет. И артика. Двух артиков. Ну, тут хз. Ну, это Фрост и чуть-чуть прям малюшенька, кропалюшечка добавок. Давайте напишем НТУ. Напишем НТУ. НТУ, ну фигня. Блин, ну на тот трейд я бы согласился, скорее всего. Ну, нет. Второй бы трейд мы отклонили, потому что трейд идет в ноль. В ноль. Причем в хороший такой ноль. Может быть, чуть-чуть. Прям... Ну, прям микро-каплюшечку, микро-прям капелюшечку. Плюс. Так. Так. Он добавляет... Он дает Фроста и добавляет артика. Блин. Ну, тут давай поставим 9,5, я думаю, данному трейду. Хотя хз. Так. Сколько у нас это выходит? Ну, 1010, наверное. Ну, мы округлим, да? И все равно 1000 нам не хватает. Мы поставим 9,5 и напишем... СРУ. НТУ. В принципе, это норм, но не дотягивает. Не дотягивает вот НФР Фрост. И НФР Эвил, тогда бы, может быть, я согласился. В принципе, вообще, трейды нормальные. За данного питомца прилетали. И вообще, кстати, очень довольно-таки быстро я записал данный видеоролик. По сравнению с другими, слишком много, как бы, трейдов в этом видеоролике у нас было. И много прилетало трейдов нам. И, кстати, здесь стоит 2 жирафа. Нам надо загадать с вами желание. Отойдите. Все, я загадал желание. Не буду вам его говорить. Ну, а мы будем с вами, пупсы, переходить к концу данного видеоролика. Ну, что ж, мои дорогие пупсики, вот такой видеоролик у нас с вами получился. Обязательно переходите прямо сейчас в комментариях и пишите свое мнение насчет нового, так скажем, нововведения в моей видеоролике. Это оценки трейдов по 10-ти бальной шкале. И также понравилось ли вам то, что видеоролик был достаточно короткий, а не, как раньше, всегда по 30-40 минут. Ну, скучные, но дни. И у меня начал сверлить сосед. Я надеюсь, вы это не слышите. Это полный кринж. Также, пупсы, не забывайте участвовать в конкурсе. На кого мы делали конкурс? Я уже забыл. Я уже забыл. На фэр лавового дракона или на кого? Реально, на кого мы сделали конкурс? Все. А, на фэр кубничного бета. На фэр кубничного бета. Нужно все максимально просто. Что нужно сделать? Влипите лайк, подписаться на канал, включить уведомления. Написать в комментариях свой никнейм. Точнее, участвую плюс свой никнейм, пупсы. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. С вами был я, Артем Фрулов. Мы ни один раз, кстати, не врезались за конец видеоролика. Пока-пока.